МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Агенты национального телевидения Чуваши продолжают следить за событиями кинофестиваля. День третий. Сегодня мы устроим охоту на звезд. Задание от центра. Актер Анатолий Кот. Территория поиска Чебоксары, Московский район, кинотеатр Сеспель. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что есть общего между вами, как человеком, и вашим персонажем, который вы сыграли в фильме? Ну, в каждом персонаже есть что-то мое, потому что это же я играю, и что-то свое привносится обязательно. Какие-то, ну, там, все тело мое. А какие-то, ну, и переживания тоже мои. Трудно было работать над этой ролью. И вот как вам, близок образ учителя именно, как вот такого? Трудно, нет. Я вообще очень люблю свою профессию, поэтому все трудности, они в радость. Вот. Одна ситуация была, мы снимали в Балаклаве, на море, на пляже, и это был такой небольшой пляж, и на второй день мы туда приплывали на кораблике, вот с этой, с корабля выгружались прямо вот на берег, и снимали за нами, приплывал обратно корабль, и мы загружались и уплывали на ночь в гостиницу. И вот в один день мы приплыли утром, разгрузились, начали снимать, и поднялся шторм. А там такая, такой пляж, сзади только скалы. То есть мы, бортик подойти не может, чтобы нас забрать, потому что шторм, сильная волна. А нас постепенно затапливает. То есть мы отходим к скале, уже всю аппаратуру, все-все-все-все взяли на себя, и уже вот вода омывает ноги, и там была одна лестница такая, через ступеньку полуживая, но была, и мы спасались бегством от моря, вот по этой лестнице был крутой подъем, и переживание, что мы не успеем все снять, ну сначала было вообще переживание за жизнь, чтобы выжить бы. Но потом море после обеда успокоилось, мы успели все отснять. Вот такое было. То есть все-таки профессия связана с риском для жизни? Ну, местами бывает иногда, да. А фильм, как вы его определяете? Это все-таки комедия, некоторые говорят, что это черная комедия. Ну, значит, они так и правильно определили. Черная комедия, ну, да, скорее да. Спасибо вам большое. Спасибо. День учителя «Черная комедия» – рассказ об одном дне и жизни заурядного школьного преподавателя. Зовут его Афанасий, работает он в московской школе. Преподает детям русский язык и литературу. На своих учеников мужчина наводит ужас своими лекциями, в которых читает малоизвестные стихи Есенина. Дома Афанасий пишет остросюжетный роман про себя и бывшую возлюбленную. Анатолий Кот говорит, что для него эта роль стала настоящим подарком. Над фильмом съемочная группа работала без сценария. Вот такая необычная находка режиссера. Мы знали, что будем снимать, как бы идею самую, но какие-то конкретные там тексты он придумывался и писался непосредственно на площадке, если он нам нужен был. В результате, говорит актер, из школьного учителя получился типичный псевдоинтеллигент. Во всех несчастьях он винит только случайные обстоятельства. Картина вошла в конкурсную программу и теперь претендует на получение статуэтки Ане. Только что посмотрел фильм «День учителя». Понравилось. Голосую. Однозначно да. Так хочется выразить свои чувства. Да некому. Галя куда-то потерялась. Кстати, где же она? Дима, мне удалось проникнуть в киноаппаратную. В моих руках находится очень ценный чемоданчик. Только не подумайте, что он набит с деньгами. Здесь другое сокровище. Жесткий диск, на котором записан один из конкурсов фильма. Кроме самого жесткого диска в таком чемоданчике находится паспорт кинокомпании и так называемый ключ, без которого фильм невозможно будет посмотреть. У каждого фильма он уникальный и подходит только к одному проектору в том кинотеатре, где его планируется показывать. Причем ключ действует только определенное время. Как только его срок истекает, фильм сразу же блокируется. Цифровой формат помогает бороться с пиратством. Большая часть конкурсных лент приходит именно на цифре, но старую добрую пленку режиссера пока тоже не забывают. И если с цифровыми носителями киномеханики справляются быстрее, то с пленкой приходится повозиться. Приходят они в обычных маленьких банках. Нам остается только склеивать, в общий рулон демонстрировать и при отправке уже расклеивать обратно. Склейка пленки ответственное задание, так как важно не перепутать части, иначе при показе зритель увидит кино наоборот. В каждой из таких банок всего 20 минут фильма. Поэтому, к примеру, трехчасовая лента приходит в 10 частях. Длина такой пленки может достигать 5 километров. Это более трудоемко. Больше аппаратуры требуется для этого. Цифра – это сервер, кинопроектор. А здесь еще и выпрямитель, и кинолампа мощная, и, скажем так, они дорогие. Ну, цифра – это будущее, пленка – это проще, но я думаю, что пленка еще сохранится. Цифра или пленка – по сути, рядовому зрителю это не важно. Самое-то главное в фильме остается неизменным. Это хороший сюжет, интересные диалоги и качественная актерская игра. Киноиндустрия сегодня одна из самых динамичных сфер бизнеса, и она переживает смену технических эпох. Пленка или цифра – этот вопрос для себя решают и режиссеры, и кинотеатры. Что потеряет зритель, когда пленка в большом кино окончательно умрет? И произойдет ли это вообще? Для нас бы тоже хотелось бы снимать на пленку, но сегодня все меньше и меньше работает на пленку и в большом кино, и в российском кинематографе, в частности, и в Беларуси. Сейчас все переходит в основном все на цифру. Но это не опасно. Я считаю, что мы привыкнем к этому, это технической возможности сегодня, которая позволяет как раз работать. Некоторые кинотеатры в Москве до сих пор крутят фильмы только при помощи пленочных установок. Огромное количество картин до наших дней сохранились именно на таких бобинах. За их оцифровку вряд ли примутся в ближайшие годы. Процесс этот трудоемкий и дорогостоящий. Роль киноархивов сегодня весома. Именно здесь можно найти уникальные картины, исторические кадры хроники. Вот уж действительно истинное богатство. На полках Чувашкино хранится более 10 тысяч фильмов. Многие фестивальные ленты в кинотеатры попадают именно отсюда. Этот фильмофонд Чувашской республики входит в семерку крупнейших фильмофондов по всей Российской Федерации. Действительно, сейчас условия меняются. Большинство киностудий переходят на цифровую форму съемки. Поэтому нам очень важно сохранить то богатство, которое мы имеем. Поскольку это киноленты, кинофильмы, они будут храниться здесь вечно. В залах киноархива всегда соблюдается определенный температурный режим. Пленка требует к себе особого ухода. В лучшем случае, говорят специалисты, лента может храниться на полках около 100 лет, чтобы потомки смогли судить о нашей эпохе не только по книгам, но и достоверным документальным кадрам. Национальная библиотека стала одной из кинофестивальных площадок. Именно здесь, в рамках специальной программы, чебоксарцам показали документальные и игровые фильмы французского режиссера Владимира Козлова. Он родился в России, но 22 года уже живет во Франции и снимает фильмы как для французского, так и европейского телевидения. Все фильмы, которые я делаю для французского телевидения связаны с Россией. Я выбрал 8 картин, на мой взгляд, самых разных и самых интересных. Кроме желания познакомить российского зрителя со своим творчеством, у режиссера есть и другая цель – встретиться с французским священником, живущим в Чувашии уже несколько лет. Владимир Козлов задумал снять фильм об отце Василии Пасхье, о французе, который принял православие. Я его никогда не видел, мы с ним только по телефону разговаривали. И он каждый раз мне посылал какие-то свежие ролики свои, потому что он человек известный в России. И у меня много накопилось. И после интервью я как раз буду собирать то, что называется в досье по-французски, чтобы представить его каналу и найти финансирование. Переговоры идут уже на протяжении 4-х лет. Но личная встреча состоялась только сегодня. Отец Василий Пасхье дал согласие на съемки. Планируется, что работать над фильмом придется не только в Чуаши, но и во Франции. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok